Тушевая техника. Давайте посмотрим в данном случае. Это жесткая графика, это перо. С тушью может быть несколько разных техник. Размотая кисть, сухая кисть и так далее. Но мы с вами будем осваивать перо. Давайте смотрим, как с технической точки зрения сделан рисунок. Ну, во-первых, с самого начала делается карандаш набросок. Это всем понятно. Так, а потом? Стирается и по следам? Нет, нет, ничего не стираете. Просто, Коля, в очередной раз удерживайте свою руку. И когда делаете набросок, не нажимаете на бумагу. Не нажимаете. Причем делаете вы его мягким карандашом. С тем, чтобы никаких следов от карандаша после стирания не оставалось. Вот посмотрите на этих работах. Хоть какие-нибудь следы от карандаша остались или нет? Нет. А если будете нажимать на бумагу, то, конечно, они останутся. И рисунок будет безвозвратно испорчен. Так? Трепования к наброску, когда работаешь с тушью, намного более жесткие. В чем дело? Это карандашный рисунок можно исправлять. Карандаш легко стирается. Тушь устранить почти невозможно. Ну, то есть, есть способы зачистки бумаги, которые более-менее приемлемы в случае хорошей бумаги. Там, в окно, допустим. Но все равно след останется. Да? Поэтому, прежде чем переходить к туши, несколько раз проверится, правильно ли у вас сделан наброс. С чего начинаете работу? Кордин. Вот, посмотрите, специально положил. Ну, можно найти, когда перейдете к работе с тушью, покажу несколько последовательных этапов. Я просто останавливаю ребят на незавершенном рисунке, чтобы показать этапы работы. Ну, как по-вашему, что в первую очередь делается? Вот это незавершенный рисунок. Внешний контур. Внешний контур и все те линии, которые вы в наброске карандашом проработали. И делаются это линиями. Да? А после этого? А после этого переходим к теням. Как моделируются тени? Точки. В данном случае есть несколько разных способов моделирования. Это точкование. Точная техника. То есть, миллион сто пятьсот точек ставите. С какого участка начинаете точковать? С самого темного. С самого темного как улица. При этом сразу создаете максимальную плотность точек? Нет. Ни в коем случае. Добавить точку всегда можно. А вот убрать. Это тушь, народ. Это не карандаш. Но до этих вещей в рисунке мы сегодня не дойдем. С точки зрения организации занятий. У нас будет две половинки сегодня. Первая половинка. Сейчас вы сядете. Дам перья. Дам тушь. И у вас будет задача нарисовать первый раз все, что вам было. Хотите яблоко, хотите чебурашку, хотите, я не знаю, космические корабли звездных войн. Ради бога. На ваше усмотрение. Задача следующая. Понять, как работает перо. Начинать надо не с рисунка, а с проведения линии. Посмотреть, от чего зависит форма линии. А зависит она будет от нескольких вещей. Во-первых, от наклона пера. От силы нажатия пера. И от разворота пера. Плюс к этому, надо привыкнуть к некоторым правилам работы с тушью. Правило первое. Никаких резких движений. Вот, значит, представьте себе. Вы много-много часов работаете над рисунком. А потом дернулись, и у вас тушница опрокинулась на рисунок. Все, ребят, привет. Это не устранимо. Никаким методом. Поэтому, когда работают с тушью, в аудитории никто никогда не драгается. Все очень спокойно, очень плавно, очень тихо. Правило второе. Постоянно протирать перо. Вот, сегодня нам понадобятся моревые салфетки. Дело в том, что, когда тушь на пере подсыхает, образуются плотные конки, и перо либо перестает ставить точку или линию, либо ставит сразу кляксу. Которую убирать потом будет очень сложно. Поэтому, как только видите, что перо слегка подсохло, обязательно протереть, заново обмакнуть и вперед. То есть, на первом этапе просто учитесь ставить точки, проводить линию. Когда вам кажется, что вы это поняли, так задача номер два – сделать объемное любое изображение. Вот просто любое. Совет. Очень сложный. Чего-нибудь не выбирайте. Чего-нибудь попроще. Ну, чтобы это не заняло, у вас все занятие без остатка. И тебе понятно, с чем мы сейчас займемся? Да. Хорошо. Все, давайте по местам.